Всем привет! Доброе утречко! Собираю линчбоксы в школу, в садик. Кукурузные палочки, вафелька. Здесь такая мини-пицца. Вот такие вот палочки сушеные. Максу практически то же самое, только нет у него сладкой вафли. Нельзя ему сладкой, у него фисташки. То же самое. У вас 10 минут. Ты сейчас опять насобираешь шерсть, я тебе почистила костюм. У Макса сегодня спорт. Сумочку ему нужно взять с собой. Раз в неделю у них спорт. Каролина, ты собрала свой рюкзак? Да, мама! Молодец! Так, водичка есть. Все. Готово. Готово? Я не пойду. Не ходи. Смотрите, какой у нас кактус есть. Мексиканский. Прикольный. Такой маленький. С шляпкой на голове. И с усиками. Пойдем играть. Уже все. Отодрал все перышки. Нет, домой не осталось. Но он их не съел, не переживайте. Он их просто оторвал. Мы их нашли и выбросили. Бонька спит. Она у нас утром не выходит. Обуваемся, одеваемся и выходим. Одна неделька и каникулы. Следующая неделя последняя. И каникулы две недели. Я знаю, что вы не хотите идти. Я все знаю. Прекрасно. Все. Поймал. Пока. Все, побежала. Пока. Давай. На автобус быстрей. С Сюша, может, пойдешь? А? Давай? Нет. Ну, что мне обуваться? Вы все равно вдвоем идете. Дошли бы вдвоем. Что мне взоро идти? Пойдем. Пойдем. Иду, иду. Все. Пошли мы. Снег идет. Не зажил еще? Не. Да, точно. Снег идет. Пошли. Мы тоже идем. Давай. Снег идет, и мы идем. Идем, идем. Давай побыстрее. Давай, давай. Не так-то и холодно на улице. Нормально. Снежок пошел. Пойдем. Да, идем, идем. Давай, Ксюша, шевелись. Шевелись. Что-то никого нет. Почти. Тишина. Вот вон бабулечка сидит какая-то. Все, Макс, давай, беги. Давай, беги с Ксюшей. Давай, беги. Давай, давай, давай. Все, пока. Пока, пока. Пока дети в школе, я хочу приготовить супчик. Ой, нужно снять белье. У меня уже второй день висит, никак не могу снять. Ты тут не охраняешь, что ли? Или играешь? А, он играет со шнурками. Он играет со шнурками от штанов. Филька. Варится у меня супчик. Чуть-чуть надо прибавить. Такой. Все, побежала я встречать Макса. Быстро-то время пролетает. Вроде только что ушли. А уже забирать надо. Пока, Бонечка. С тобой потом погуляю. Ладно. Или счастье с тобой взять. Пойдем. Пойдем, пойдем гулять, гулять. 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 Стой. Стой, стой, стой. Бонни. Бонни, сейчас задушу тебя точно. Будешь дергаться. Эй. Пойдем, Бонни. А вот и Макс идет. Бонни. Привет. Я думала, ты с Ксюшей придешь. Обычно она самая первая. Я его. Ждал, ждал, ждал. Ждал, ждал и не дождался? Нет. Ну пойдем. Мне очень холодно. Холодно? Да что-то непонятно, то ли дождь, то ли снег идет. Пошли. Я знаю снег, мама. Снег с дождем. Да? Да. Как дела? Хорошо. Хорошо? Ну пойдем тогда. Сейчас девчонки приедут на автобусе. Через минут 10. Бонни, пойдем. Все, пришла модель. Ку-ку. Что в маске? Холодно потом, потому что холодно. А ногам не холодно? Носочки как-то подлиннее надо. Мама сегодня в автобусе. Я просто переполню. Переполни на автобус? А что ты на велосипеде не поедешь? А, куча холодно сидит. Прям полный-полный? Да. Может, там же было стоять и даже не держаться. Да? Тебя так придавили, чтобы не держалась. Там еще какие-то бабушки, те, которые там в ЦУК работают, которые потом на поезде приезжают. А, еще кроме детей взрослые были. Прижали вас, да, значит? У Ксюши уволили учительницу по труду за то, что она разрешала детям снимать маску в классе. И сама она тоже снимала. И одна мама, мама одной девочки пожаловалась, позвонила в, я так понимаю, в Министерство образования, там главный кто у них. И ее уволили. Представьте себе. Кошмар. Из-за маски, из-за маски, то, что она разрешала детям снять маски, подышать нормально. Я в шоке, конечно. Я бы рада была, я бы только забыла, чтобы вам разрешали снимать маски. Смотри, сколько Бонни выдернула кошки волос. А, Бонька тоже выдергивает у него? Ну, взаимно. Филька тоже выдергивает у нее. Бонька. Они любят друг друга. Вот смотрите, как он кушает. Он складывает в миску свою игрушечку вот эту вот с перышками. Он ее кладет в миску и кушает вместе с ней. Сейчас только что не было еды, он складывал ее туда, в водичку. И пил, смотри, теперь он все намочил. Вот он, его самая любимая. Он придет вместе с ней кушать. И кушает, ведь смотри, рядышком лежит, а он кушает. А поскольку у тебя пауза в 3 часа? Угу. Ага. Когда, когда все, как сильно, когда другие, когда другие, то домой не паузы. Угу. А что ты другой рюкзак не носишь? Что-то не такой вместительный? Угу. Да? Тут поменьше? Я его буду, я его буду одевать, когда я поеду на веки. Ага. Вот этот рюкзак побольше. А у нее он полный. А тут не помещается. Пока. 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 Так, ну что, ребят. Хочу сейчас с вами поговорить. А вернее, вам рассказать историю нашего знакомства с Лео. Очень много поступает запросов на эту тему, поэтому решила вам рассказать. Потому что вижу, что многим интересно очень, как мы познакомились, как мы сюда переехали. Присела я тут у Маргариты в комнате. Мне можно к ней заходить, когда ее нет. Она мне не запрещает. В прошлом видео в комментариях написали, что почему я захожу к ней в комнату без разрешения. Это ее личное пространство. Ну, во-первых, она мне разрешает. Во-вторых, я у нее тут нигде не копаюсь. Там в ее тумбочках, в ее полочках. Единственное, что я могу взять, это что-то из косметики. Она мне разрешает. Поэтому я здесь крашусь. Одеваюсь, потому что у меня шкаф здесь мой стоит. Моя одежда здесь. Поэтому я, в принципе, могу свободно сюда заходить. Если она находится в комнате, я постучусь, спрошу, можно ли зайти. Кроме косметики, никакие вещи я ее не трогаю. И еще, что я могу взять, это я могу взять что-нибудь из ее одежды. И то, как бы я тоже у нее спрашиваю, можно ли мне надеть ее кофточку или еще что-то. Если бы она, конечно, была бы против, я бы этого не делала. Но если я вхожу сюда, значит, мне можно. Отошла я от темы. Как я уже сказала, поступило много запросов на тему нашего знакомства. Мне бы сейчас еще вспомнить эти моменты. В общем, с чего все началось. Началось с того, что Лео мне первый написал. Написал он мне на английском языке. Захотел познакомиться, пообщаться. Ну, я так посидела, подумала, посмотрела, думаю, почему бы нет. Почему бы не пообщаться с человеком, носителем другого языка, с другой страны. И сначала я не знала, откуда он, что, да как. Ну, в общем, мы по ходу дела стали знакомиться, общаться. Общались мы на английском. Не скажу, что он прямо так хорошо говорит на английском. Скорее всего, он тоже пользовался переводчиком, как и я. Я английским тоже не владела. Я пользовалась гугл-переводчиком. Писала на русском, переводила меня на английском и отправляла. Стали мы знакомиться, узнавать кто, что, откуда, кем работает, как живет. Он мне сказал, что он из Швейцарии. Я сказала, что из Кыргызстана. Далековато друг от друга мы, но, в принципе, это нам не мешало общаться дальше. До этого про Швейцарию я толком ничего не знала. Только то, что там делают шоколад и часы. Вот все, что я знала про Швейцарию. Примерно около месяца мы общались на английском языке. И потом он мне, значит, пишет. Давай будем переписываться на испанском. Я такая. Почему на испанском? Ну, в общем, он рассказал, что вот он говорит на испанском. Он родился в Чили, потом переехал в Швейцарию жить, так как у него бабушка швейцарка. По-моему, на линии бабушка швейцарка. Вот, он переехал жить в Швейцарию. Работает. Толком я не могла понять, с кем он работает, потому что переводчик мне как-то переводил неправильно. Какой-то винный погреб или еще что-то. Я думала, может быть, он вино производит. Я не знаю, какой-то фабрики винной. И вот, в итоге он вообще в другом месте работал, другим делом занимался. В итоге мы начали общаться на испанском языке. В принципе, мне было все равно, потому что что испанский, что английский я не знала, и я писала все через переводчик. Ему было легче, конечно. Где-то через месяца два он попросил у меня скайп. Я еще так подумала, через камеру, через видео, не знаю как. Я до этого никогда ни с кем не общалась, через видеокамеру. Ну, в общем, решилась, думаю, ладно. Дала ему скайп, вечером он мне позвонил. С этих пор мы стали общаться только по скайпу. Мы включали камеру, он мне звонил. И мы просто молчали, мы просто переписывались. Мы видели друг друга через камеру, но мы просто переписывались. Потому что мы не могли разговаривать, что он на русском не говорит, что я на его испанском ничего не понимаю. Опять же, я писала Google переводчик. Все это копировала, отправляла. Он мне переводил, я читала на русском. Это, конечно, занимало очень много времени. Я не знаю, наверное, со стороны это смотрелось бы смешно. Это очень много занимало времени, потому что я должна сама написать на русском то, что хочу ему сказать. Потом это все скопировать, ему отправить на испанском. Вот он это все читает, пишет. Ему, конечно, было легче. Хотя тоже, да, Google переводчик, он не переводит на 100% правильно. Ну, там, думаю, сама суть была понятна. Мне было, конечно, сложнее. И со временем, знаете, я вот, я же все равно читала вот этот текст, который он мне писал. Каждый день он мне писал, допустим, какие-то одни и те же фразы. Привет, как дела? Там, что делаешь? И я чисто визуально, я уже запомнила. Через месяц я уже вот эти фразы, можно так сказать, уже даже не переводила. Я уже знала, что он пишет, я уже знала, что он спрашивает. Переводила только то, что вот первый раз вижу какое-то там новое предложение, новые слова. Я раз их копировала и переводила. Вот, мне уже, конечно, было намного легче. Но все равно мы не разговаривали. Вот, так вот и общались. Здесь созванивались мы каждый день. Мне кажется, не было такого ни одного дня, чтобы мы не созвонили. Точно скажу, сколько прошло времени. По-моему, в апреле я к нему полетела. Сначала он хотел прилететь. Получается, вот через 8 месяцев мы решили встретиться. Сначала он хотел прилететь. Потом у него были там проблемы с работой. По-моему, его не отпустили, что ли. Не было у него отпуска, поэтому он сказал, чтобы я прилетела. Так как мы уже общаемся 8 месяцев, да, вот каждый день мы созванивались, общались. Я уже человека знала 8 месяцев. Я решилась, я сказала, что да, я полечу. У меня не было сомнений, у меня не было никакого страха, что что-то будет не так. Ну, знаете, бывают и такие случаи, что девушки улетают в другую страну и пропадают. Вот, но у меня такого не было. Я не знаю почему, я была настолько спокойна, я настолько доверяла человеку. Я полетела. Я сделала визу, детей я оставила бабушке. Меньше, чем на месяц. По-моему, на 20 с лишним дней я полетела. Точно уже не помню. Дальше было еще смешнее. Когда мы встретились, до сих пор я еще не могла говорить. Кроме тех фраз, которые там, привет, как дела, вот это я знала. Как поздороваться, как попрощаться, это уже... Он меня встречает, мы едем домой, и всю дорогу мы молчим. Мы молчим, мы не знаем, как общаться, как, как, что. Приезжаем домой, сидимся за стол, ставим компьютер, включаем переводчик. И вот это вот все время мы общались, вот как мы общались по скайпу через переводчика, так же мы общались в жизни через переводчика. Ставили компьютер, если мне что-то нужно было спросить, если я чего-то хочу, я беру компьютер, я пишу, переводится, он читает, меня понимает. В общем, это было очень смешно. Потом к нему приходили друзья, чтобы меня познакомить с ними. Тут мы опять сидят, они общаются, и они у меня что-то, как бы, ну, хотят спросить. Лео такой достает компьютер, дает им, типа, ну, пишите. И такие смотрят. Это смотрелось очень странно, но было смешно, было очень весело. Я вернулась домой, мы продолжили общаться, как бы, все хорошо. Честно сказать, я никогда не думала, что я вот куда-то уеду, что я выйду замуж за человека другой национальности и уеду так далеко. У меня никогда не было это в планах. Тем более у меня было двое маленьких детей, и планы у меня были совершенно другие. Ну, вот, так получилось, видимо, такая судьба, видимо, так должно было случиться. Получается, вот я к нему прилетела в апреле, и потом я еще раз полетела в конце года. К сожалению, я не могла с собой брать своих детей, так как их родной отец их не отпускал, не давал разрешения, поэтому я летала одна. Девчонки оставались с бабушкой, ну, бабушка все понимала, она, конечно, она старалась мне помочь, она всегда была на моей стороне. Вот, ей, конечно, спасибо за это большое, что она мне так помогала. Я летала к нему три раза, если я не ошибаюсь, и на четвертый раз я уже полетела на свою свадьбу. Он сделал мне предложение, также писал мне по скайпу, очень романтично прям. Он спросил, хочу ли я стать его женой. Общались мы с ним, по-моему, примерно два года, и он сделал мне предложение. Точно я не помню, сразу я сказала да или потом, честно, я не помню. Я не помню, как я ответила. Вот этот вот момент, он как-то, знаете, вот обрублен, я даже не помню, как я бабушке об этом сказала, что я замуж выхожу. Долго думали, где нам зарегистрировать брак, в Швейцарии или в Кыргызстане, чтобы он прилетел, либо я туда лечу. Он хотел, конечно, ко мне прилететь, но потом мы стали узнавать вот эти все бумажные дела. Если я потом перееду жить к нему, нам нужно эти все бумажки потом как-то переделывать, вот это все регистрировать в Швейцарии, вот это все, чтобы было законно, и переоформлять вот это все, ну проблематично. В итоге мы решили, что мы зарегистрируем наш брак в Швейцарии. Это было 5 апреля 2013 года. Вот, я потихонечку собиралась. Платье я покупала у себя в городе, потому что в Швейцарии намного дороже. Опять же, я не смогла полететь с детьми, разрешение мне не дал бывший муж. Поэтому детки остались с бабушкой. Конечно, было очень грустно, на свадьбе из моих родственников не было никого, были только с его стороны родные. Где-то человек 25, по-моему, 30, не больше. Зарегистрировали брак, отмечали в ресторане, отпраздновали мы нашу свадьбу, и, по-моему, где-то через неделю я уже должна была лететь домой. Пролетаю я домой, и через какое-то время я узнаю, что я беременна. Такая была приятная неожиданность. И я тут понимаю, что мне срочно нужно собираться и уезжать. Уезжать навсегда. Потому что, конечно же, мне хотелось, чтобы ребенок родился там. И чтобы муж был рядом. И мы начали думать о том, как бы нам скорее так до родов улететь. Я была где-то на пятом месяце беременности, у меня уже был животик. Лео прилетел, потому что он очень хотел познакомиться с моими родными, бабушкой, с братом. Он прилетел к нам, по-моему, на две недели. Он познакомился с девочками, с Маргаритой, с Ксюшей. Ну, как он был уже знаком с ними, через камеру они общались, конечно. Ну, он вживую их увидел. Вот они очень обрадовались. Очень хорошо. С самых первых дней они очень хорошо к нему относились. Ездили мы на Секуль отдыхать все вместе. Ему очень понравилось. Вообще, ему очень понравился Кыргызстан. Потом он улетает. И я начинаю собирать все документы. Мне нужно было улететь до девятого месяца беременности. Уже на восьмом месте. Это просто вот последний срок. Вот я, значит, начинаю собирать документы, все, делать визы, делать паспорта. Я была на восьмом месяце беременности, мы улетели. Очень, конечно, переживала за перелет. Тем более, еще двумя маленькими детками. Ксюше было три, Маргарите было пять. Вот они у меня такие были неспокойные, особенно Ксюша. Живот у меня уже был большой. Ну, на восьмом месяце беременности. К счастью, сам перелет прошел хорошо. Все было замечательно. Состояние у меня было стабильное. Было непросто с чемоданами, с ручной кладью, с двумя детьми, с пузом. Но мы это сделали, нас встретили. И все. И с этого момента мы живем здесь, в Швейцарии. Вот так вот все получилось. Девчонкам здесь очень понравилось с самого первого дня. Лео подготовил им комнату. Вот, все купил. Все в розовом цвете, кроватки, шкаф. Все так красиво подготовил. Игрушечки. Ну, в общем, подготовился на все сто процентов. Мне было очень сложно уезжать, потому что оставались мои родные. Мы, конечно же, плакали. Бабушка моя все понимала. Оказала, что это моя жизнь. Я должна ее устроить так, как я хочу. Если я там буду счастлива, то она тоже будет за меня счастлива. Она, конечно, ни в коем случае меня не отговаривала. Не говорила, что я их бросаю или еще что-то. Она все прекрасно понимала. Приезжала она к нам каждый год. Она, по-моему, раз 6-7 точно к нам летала. А так постоянно созванивались по скайпу, общались. Я, конечно, даже себе никогда не представляла, что у меня вот так вот может все круто измениться. Вот так вот, ребят, такая вот история. Нет, он мне так всю пальму поломает, а. Ты что делаешь? Иди. Все ветки не переломаешь сейчас. Филя, тебя обратно вернуть, хозяйки? А? Иди сюда. Я тебя обратно верну. Филька. Я тебя верну обратно. Филя. Хулиган. Ты хулиган? А? Эй, камеру не трогай. Красавица. Непослушный котик. Филя. Тебе тут в Роблокс отправляли дружбу, чтобы ты одобрила. Что? Если ты хочешь, чтобы с тобой подписчики твои играли, нужно одобрить твоих друзей. Давай, давай, давай. Ну, они же знают. Вот смотри, вот. Вот. Они знают кого. Они просто потом будут видеть, где ты играешь, будут к тебе заходить и вместе с тобой играть. 20 минут десятого. Мне осталось убрать здесь на кухне. И если еще не будет поздно, то я начну себе делать коррекцию ногтей, потому что уже они уже отрастают, и здесь у меня отвалились два ногтя. Поэтому нужно начинать потихоньку коррекцию делать. А сейчас у меня вот работа вытащить посуду и загрузить посуду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выскочил. У меня тут прыщ намазала. Почему-то у меня все время вот здесь только выскакивают. Так, кто-то у меня спрашивал, кто я по профессии, на кого я училась. Многие видят, что я делаю ногти и думают, что я училась этому. У меня экономическое образование, я заканчивала университет. Маникюр я училась делать сама. Просто смотрела видео на себе, тренировалась. И уже сколько я уже лет делаю ногти? Ну, лет 5-6, наверное, точно. Это мое хобби, мне нравится это делать, но это не моя работа. Я не заканчиваю никакие курсы. Я просто научилась для себя, чтобы самой себе делать. А по образованию я экономиста. Ее приступать, потому что время уже почти 11 часов. Сделаю я пока сегодня одну руку. Сначала мне нужно снять старое покрытие. Ку-ку. Ци, поркино. Надеть маску. А то вся пыль летит в лицо. У меня нет вытяжки, я как-то купила себе вытяжку, но она была не рабочая. Мне прислали уже бракованную, поэтому я потом уже не стала заказывать. Так что, думаю, ладно, без вытяжки. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Один ноготь, скорее всего, сделаю с блестками, и, может быть, еще здесь тоже блесточками немножко нарисую. Безымянные ноготочки я накрашу вот таким серебристым цветом. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Что-то тут у нас застряло. Все, закончила я одну руку. Время уже полвторого. Что-то получилось. Первый раз у меня серые ногти. Захотелось серенького. Все, буду собираться все это убирать. Вторую руку буду делать, наверное, завтра. Так что, ребят, на сегодня буду заканчивать волк. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Всем пока.